Я Валерий Финёв, обозреватель телеканала ЛЕН-ТВ 24. Областная столица деревянного купеческого зодчества может остаться без деревьев. Такие опасения уже вторую неделю гуляют по социальным сетям. Сотни возмущённых комментариев. Дело в том, что Новая Ладога выиграла грант на федеральный проект благоустройства. В рамках проекта предусмотрено и обследование зелёных насаждений. Больные деревья действительно спилят, но кто-то целенаправленно или нет запустил слух, что Новая Ладога будет лысой. Как бы вы поступили, если бы вам предложили сделать бесплатный косметический ремонт в квартире, но у вас мебель старая, а на покупку новых своих средств не хватает? Отказались бы от ремонта, пока деньги на новый гарнитур не накопите? А именно такую позицию заняла часть жителей Новой Ладоги. Город получил от Минстроя России 80 миллионов рублей на проект обновления Центрального проспекта Карла Маркса. И что же? Этой части Ладожа ремонт оказался не нужен. Потому что мы не верим из-за предыдущих благоустройств, что всё это будет выполнено как-то качественно, всё это будет отработано, кто-то нам будет выделять деньги на то, чтобы поддерживать новые эти саженцы, которые нам обещают посадить. Мы не верим уже в это. У нас здания все рушатся, благоустройство будем делать. Ну смешно уже. Хорошо, по деревьям что у вас? По деревьям? Липовая аллея Керн сколько лет? В Михайловском. 250. А я этим, значит, и многих таки есть. А нашим вот этим липам при моей жизни сожжались. В 50-х годах делайте выводы. Сама по себе аргументация спорная. По принципу нравится, не нравится. Только это не разговор взрослых людей. В Новую Ладогу приезжают специалисты-дендрологи. Пока визуально осматривают каждое дерево. Деревья сейчас без листвы. Лиственные деревья, нужно их состояние оценивать. И когда будет листва, то есть где-то конец мая, начало июня. Сейчас мы посмотрели по состоянию стволов, наличию сухих ветвей, больших они видны сейчас. По наличию гнили, наличию дупел каких-то, морозных трещин и так далее. То есть с точки зрения, в первую очередь, опасности падения деревьев. Есть деревья, которые имеют сквозные трещины, много морозных трещин. Есть деревья, с которыми нужно работать, дополнительно брать керны, изучать еще что внутри с древесины. Слышите, специалисты говорят осторожно, с прогнозами, что придется спилить, а что оставить, не торопятся. Для тех, кто не верит в их профессионализм и независимую точку зрения, наглядный пример. Смотрите, чтобы нам не быть голословным. С этой стороны хорошо, а с этой вот что? Оно как раз держится этой стороной, как канатами. Это что значит? Это значит, что оно может упасть и упасть на ту скамейку, где сидит кто-то там. Так все-таки, откуда слух, что проспект Карла Маркса побреет налысом? На этой фотографии московский активист Дмитрий Захаров проводит одиночный пикет. Что на плакате? Спасите Новую Ладогу и Тарусу. Тарусы-то при чем? Там такие же проблемы? Нет. Оказывается, по мнению активиста, над городом нависло угроза. После решения властей вернуть улицам исторические названия. Какой разнообразный же фронт деятельности? Вот сейчас, например, власти хотели уничтожить деревья. То есть вырубить целый проспект деревьев ради того, чтобы туда положить плиточку. И мы понимаем, что там, по-моему, 80 миллионов. Мы, естественно, понимаем, почему чиновники так ухватились за эти 80 миллионов именно в вопросе благоустройства. Вот. Хотя, по логике вещей, эти деньги лучше отправить не на модные лавочки и качельки, а на восстановление уникальных деревянных домов, на которые будут ехать туристы и приносить городу бабло. Дмитрий Условия Гранта знает, зачем же все в одну кашу. Но не предусматривает именно этот федеральный конкурс восстановления домов. Так что же, отказываться? Министерство действительно очень строго смотрит за исполнением всего того, что было заявлено в проектной документации. То есть невозможно заявить один проект, а сделать потом совершенно другой. То есть это исключено. У этого большая система отчетности. И я считаю, что если страна дает такую возможность и сделала такой прекрасный всероссийский конкурс, посвященный малым именно городам и историческим поселениям, где всегда маленький бюджет на какое-то благоустройство, то это прекрасная возможность воспользоваться этим. Разумеется, не один Дмитрий Захаров разогрел скандал, которого нет. Есть и петербургские активисты. А какая цель? Послушайте москвича, который и сам по его же признанию о существовании Новой Ладоги узнал случайно. В Переславле-Залесском пошел скандал, что куда-то дели памятник Дзержинскому. Ой, господи, в Гусе Хрустальном. Мы туда приехали, нагнали скандалу, а потом с нами администрация встретилась, объяснила ситуацию, ну и мы сказали, ой, сорянчик, переборщили, все нормально. Здесь по тому же принципу нагнали скандал. И что же, теперь чиновники обязаны с ним встретиться, чтобы услышать, сорянчик, переборщили? А может, власти должны быть подотчетны не заезжим активистам, а своим избирателям? Глава Волховского района вышел к недовольным ладожанам, прошел по всему проспекту Карла Маркса. Повальные вырубки никто и не собирался делать. Каждое дерево должно быть обследовано и нужно понять. Но состояние деревьев действительно вызывает тревогу. У нас были, к сожалению, трагические случаи. И в Волхове у нас два года назад упало одно из деревьев в городе, которое, к сожалению, привело к трагедии. До сих пор у нас еще уголовное дело и так далее. Но это уже факт. Факт в том, что деревья, которые стоят в городе, в общественном пространстве, они должны быть подконтрольны. Адекватный ответ на самые острые вопросы. Не исключаю, что скандал с порубками продолжат искусственно подогревать. Впрочем, жители Новой Ладоги уже в ближайшее время могут составить свою точку зрения. Проект благоустройства вынесут на общественное обсуждение. Интересно, московский активист приедет на них или для него все уже и так ясно?